Сразу к делу, в этом видео расскажу об очень недорогой модели умного дверного звонка с камерой от компании Tuya. В такой небольшой коробочке он продается. Сбоку перечислены основные характеристики, два микрофона, большая батарея, ночной режим, дальше про это поговорим подробнее. На коробке также есть QR-код для скачивания фирменного приложения. Встречает нас небольшая инструкция по первому подключению. Есть двухсторонний скотч для фиксации крышки. Вот так выглядит динамик. Габариты у него очень скромные. Сзади у него только разъем USB-A, а сбоку кнопки сопряжения, выбора мелодии и громкости. А вот это сам дверной звонок. Выглядит он современно. Есть большая кнопка снизу и сверху окошко камеры. Снизу у него есть порт для зарядки Type-C и динамик. А также есть отверстие для фиксации на съемной задней площадке, которую нужно будет закрепить на стене. Под крышкой есть криво наклеенный логотип Туя. Микрофон находится над камерой, а под ней датчик освещенности. Также в комплекте есть небольшой кабель Type-C для зарядки, два хлипких самореза и винтик для фиксации крышки. Проверим систему в работе. При подаче питания на динамике начинает моргать индикатор сопряжения. Нажимаем на звонок и без лишних движений динамик подключается. Но если нет, на динамике нужно будет подержать 3 секунды верхнюю круглую кнопку, а после этого нажать на кнопку вызова. Вот на эту кнопку можно изменить мелодию вызова. Как видите, вариантов хватает и скажу честно, от такого малыша я не ожидал такой громкости. Настройка звонка происходит через фирменное приложение Туя Smart. Приложение быстро находит звонок. Главное, помните важный момент. Настройка и работа звонка возможна только если у вас Wi-Fi 2.4 ГГц. То есть даже если у вас роутер с поддержкой 5 ГГц, но у вас разделены каналы, то это не проблема. А вот если приоритет стоит 5 ГГц, то придется залезть в настройки роутера и выбрать их принудительное разделение. В приложении можно сделать фото или снять видео, а также если у вас на смартфоне включен автозапуск приложения, то при звонке в дверь идет вызов на смартфон и можно поговорить с человеком, даже если вас нет дома, что по идее может быть удобно. Что по качеству видео, при хорошем освещении все более-менее различимо, но когда в подъезде темно и включается ночной режим, то разобрать очертания, конечно, можно, но уже сложнее. А вот при контровом свете различить черты лица практически невозможно. Поэтому либо нужно ставить дополнительный яркий источник освещения, который будет освещать вам гостя, либо проще не покупать этот звонок, если хочется именно видеозвонок. Звонок быстро уходит в спящий режим для экономии батареи. Просыпается тоже с небольшой задержкой, если говорить о видео. Звуковой сигнал тоже происходит не моментально, но задержка небольшая. Мне он обошелся в 29 белорусских рублей, то есть примерно 9 долларов, что сопоставимо по цене с обычными беспроводными звонками. И даже дешевле, если вспомнить, что тут все-таки не батарейки, а аккумулятор и порт Type-C для быстрой зарядки. А также симпатичный внешний вид, поэтому как беспроводной звонок однозначно можно рассматривать к покупке. С одной стороны, можно было записать в минусы низкое качество видео, но, ребят, стоимость в этом случае абсолютно все нивелирует. Тем более, по факту, все заявленные производителем возможности работают. Да, не идеально, но опять же возвращаемся к цене. Обязательно подписывайтесь на канал с честными обзорами, поддержите лайком это видео и напишите ваше мнение в комментариях, с удовольствием почитаю. С вами был Антон, приятных вам покупок, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok